МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали. Вот что можно назвать человеколюбием – конфуцией. Однажды хозяин этого дома, пенсионер, выйдя со двора после непогоды и сильного ветра, обнаружил, что одно из деревьев возле участка практически рухнуло на дорогу, преградив путь. Как говорится, всякое бывает – ветер есть ветер. Но вся беда в том, что в последующие дни убирать его никто не спешил. Куда только пенсионер не обращался. Отказали и на родном предприятии, где он проработал более 30 лет. В отчаянии обратился к депутату. Буквально через полчаса, по моей просьбе, приехала бригада, и убрали мы эту проблемку небольшую в два счета. То есть на голом месте можно создать проблему, а можно ее решить при желании за 15 минут. Главное – не оставаться равнодушным к проблемам людей, считает Юрий Алексеевич. Для кого-то они могут казаться незначительными, для другого важнее ничего нет. Кстати, свой округ депутат все же считает достаточно спокойным, а людей – очень хорошими. Обращения, конечно, есть, существуют, непроблемные. Слава богу, люди, наверное, понимают, что не все можно решить с помощью депутата. Там семейные какие-то вопросы или житейские. Ну, такие вопросы, как устройство на работу, в школы даже определение детей, где удобнее родителям там или по месту работы, или по месту жительства, в садике также. Это постоянно присутствует, такие решаемые. Промахов пока не было. Все, что были, обращения все решили. Трудоустраивать однажды пришлось и своих работников. Юрий Алексеевич – директор предприятия. Должность ответственная, а время сложное. Общая экономическая ситуация не лучшим образом отразилась на деятельности фирмы. Объемы заказов уменьшились. Пришлось сокращать численность работников. Как выгнать человека, грубо говоря, на улицу при сокращении штатов и не помочь ему устроиться где-то. Все делаем для того, чтобы человеку было... Ну, по крайней мере, не так больно переходить или уходить. Просто жить надо, семью кормить надо. Несмотря на все трудности, предприятие остается одним из лучших в республике. Выпускает продукцию высокого качества. А руководство заботится о каждом члене коллектива, разработав хороший социальный пакет. Строятся планы и на будущее, в которых всегда найдется время и для решения вопросов избирателей. Наверное, так воспитан. Наверное, я из той категории, что, как в песне, раньше думал о родине, потом о себе. Так что здесь люди... Ну, как отказать человеку, если он пришел за помощью, материальной помощи при какой-то ситуации нехорошей. А воспитали так не только родители, а и жизнь. Будучи военным афганцем, работая в органах безопасности, повидать пришлось немало. И поездить тоже. Опирались на людей, которые нам помогали. Теперь моя, наверное, задача тоже отдавать людям то, что получал. В том числе и Бресте. Юрий Алексеевич сегодня считает своим долгом помогать людям и оправдывать доверие избирателей. С избранного пути его не собьют даже нелестные высказывания о депутатах и их работе. Наши предки говорили, на чужой роток не накинешь платок. И читая в интернете некоторые комментарии, особенно, в том числе и в отношении депутатов, и там есть такие, в кавычке, добрались до кормушки, там еще что-то. Кормушки я там не видел. И на горизонте ее тоже не видно. А то, что надо отдавать свое время, депутатская работа не заключается, только работа в избирательном своем округе. Теперь я уже принадлежу всему городу. После избрания. Само собой, избиратели, те, кто голосовали, не голосовали, или голосовали против, они теперь все имеют право ко мне обращаться по любому вопросу. Работа в депутатской комиссии, участие в сессиях, обсуждение предложений городской исполнительной власти и их корректировка, конечно же, в интересах людей. Затрагиваются буквально все сферы жизни. И задача депутата сделать все, чтобы они функционировали слаженно и эффективно во благо общества и каждого его представителя. Для своих избирателей хочу сказать, что в любое время можно звонить по телефону 52-00-70, легко запоминается. И все вопросы, которые будут возникать, постараемся решить положительно. Далеко не всегда и не ко всем в наше время можно достучаться, попросить о помощи или даже просто совет. А потому, как мне кажется, роль депутатов не теряет, а наоборот обретает все большее значение. Далее о первых шагах на пути реконструкции парка воинов-интернационалистов. И природа должна покориться необходимости. Уильям Шекспир Брест известен как один из самых зеленых городов нашей страны. Настоящим его достоянием можно считать парк воинов-интернационалистов. Местами его территория напоминает загородный лес с его естественной флорой. Тем не менее, этот природный уголок находится в областном центре, а значит, должен быть благоустроен. Администрации Московского района был объявлен конкурс на концепцию парка воинов-интернационалистов, на концепцию развития парка. Было представлено несколько работ, было предложено, и мы рассмотрели комиссионно, определили в победителя. Поскольку был проект наиболее проработан и наиболее, наверное, приближен к действительности, к тем потребностям, которые сегодня есть, и вот в каком ключе мы бы могли развивать этот парк дальше. Но это всего лишь начальная концепция. Далее предстоит ее рассмотрение на градостроительном совете, более детальная проработка и создание окончательного архитектурного проекта. Та концепция, которая победила, она предусматривает максимальное сохранение существующей ситуации, то есть продление тех аллей, которые уже сложились. Просто приведение их в цивилизованный вид, значит, ограждение территории, выход аллей до, к воде, значит, и причем замыкание перспективы, возможно, либо летней площадкой, либо амфитеатром, может быть, даже и аквапарком. Если найдется инвестор, то вполне возможно, что в конце парка воинов-интернационалистов на набережной мы сделаем и предложим сделать инвестору аквапарк. Значит, сама набережная, набережная с пляжем и с прогулочной трассировкой, значит, велодорожек и объектов обслуживания, то есть это торговые объекты, какие-то кафе, павильоны, пункты проката, как лодочного инвентаря, так и, может быть, велопрокат, ролики, вот как бы в таком ключе. Предусмотрена зона тихого отдыха, зона активного отдыха, зона для аттракционов. В общем, должен получиться полноценный парк со всей необходимой инфраструктурой и с максимальным сохранением той зерени, которая сегодня есть. Сегодня уже проявляют активность некоторые инвесторы. Они готовы вкладывать средства в развитие парка и делают интересные предложения. Как только проект будет, он пройдет экспертизу, мы сможем выделить отдельные инвестиционные площадки, по ним будут сделаны градопаспорта и площадки будут выставлены на аукцион. Тот, кто предложит интереснее идею, кто оплатит, выиграет на аукционе, тот и будет заниматься реализацией своих идей. Но все эти идеи усилиями города будут обязательно объединены и гармонично войдут в общую концепцию парка. Конкретные работы начнутся предположительно через год. В первую очередь, скорее всего, появятся ограждения и парковочные места. А далее начнет преображаться и сам парк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова